Привет, я рад видеть вас на своем канале. Игра The Long Dark полюбилась мне за свою эстетику. Очень уж мне нравится выживание посреди отдаленного и совсем забытого материка, где игрок предоставлен сам себе. Все выживание зависит только от действий выживающего, но не стоит забывать и об удаче. Бесконечная зима, суровая погода, еды и медикаментов, а также других необходимых для выживания припасов, становится все меньше с каждым днем. А хищники становятся все злее и злее. Игру прекрасно дополняют очаровательные зимние пейзажи. Одно удовольствие исследовать локацию, переходить с одной на другую, либо любоваться северным сиянием. В The Long Dark есть замечательная сюжетная история, которая, к сожалению, пока что не закончена. Но сегодня мы с головой окунемся в режим выживания. Для начала я хочу отметить несколько вещей. Во-первых, я не очень опытный выживальщик в этой игре. К моменту начала выживания я успел наиграть чуть больше 140 часов. Прошу вас в комментариях к видео оставлять свои советы, да и просто делиться мнением о моем выживании. Во-вторых, я поставил перед собой цель посетить все локации, которые есть в этой игре. В-третьих, с выбором сложности долго не мучился. Начал выживание на Сталкере. Досматривайте видео до конца. Если вам понравится, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В дальнейшем я буду радовать вас интересными роликами. Так как это мое первое видео, я прошу, чтобы вы меня поддержали. Желаю вам приятного просмотра. Итак, я появился в зоне запустения. Была ночь, солнце еще не взошло. Дул сильный ветер, было холодно. Увидев пикап, я побежал к нему. В нем я нашел повязку и факел. Принялся осматривать козырьки, ведь в них теперь могут лежать записки с тайниками, но их не оказалось. Температура очень упала, появился шанс получить переохлаждение. За церковью я собрал старого висящего мха. С новым обновлением собирать мох стало очень сложно. Подходя к церкви, у меня появился риск обморожения. Зайдя в церковь, я принялся ее обыскивать. На скамье лежал длинный шерстяной шарф. То, что нужно для меня сейчас. Я сразу же надел его. Кто-то любезно оставил неподалеку спальный мешок, который мне тоже очень пригодится. Я отправился дальше в путь, на заброшенный маяк, надеясь не умереть от холода, либо от встречи с волками. Спустившись с пригорка, я увидел машину, а рядом с ней волка. Я спрятался в машине, зажег факел и вышел из машины. Маневрируя среди волков, я благополучно добрался до маяка. И вот я внутри. Наконец-то смогу отогреться. Я сразу принялся осматривать вещи. Вот что нашел. Патроны для револьвера, потрепанные рабочие штаны, сразу же надел их. Больше на первом этаже ничего не было. Поднявшись наверх, я обнаружил аварийный фонарь, банку корма для собак, топливо для фонаря. Уже на третьем этаже я нашел высушенную кожу, потрепанную рубашку и упаковку чипсов. На самом верхнем этаже я нашел ружейный патрон и канистру с бензином. Я вышел на верхушку маяка. Там тоже может оказаться что-нибудь полезное. И там я нашел две ткани, пустую банку, горючее и ружейный патрон. Я спустился в самый низ, чтобы разжечь печку. Теперь у меня есть целый литр чистой воды. Я отогрелся, но риск обморожения еще не прошел. Несмотря на это, я решил не сидеть на пустом маяке и отправился дальше изучать локацию. Спускаясь с маяка, я обнаружил труп, забрал у него шарф и сразу напялил на себя. Выйдя на лед, я побежал к разбитому китобойному судну. Внутри я сразу зажег лампу. Она даст немного тепла и не позволит пропустить какую-нибудь вещицу. Под моими ногами лежала заплесневелая радужная форель. Что ж, приготовлю ее и полакомлюсь позже. Побежал на второй этаж. Там располагалась каюта с кроватями, где я нашел антибиотики, хлопковую шапку, обезболивающие, шоколадку и тонкий шерстяной свитер, который я надел вместо рубашки. Я вышел на верхнюю палубу и поднялся в капитанскую рубку. Там лежала записка вместе с ключом. Вот что гласили каракули в записке. На карте отобразилась памятка о тайнике. А еще я нашел шоколадку. Спустившись вниз, я решил развести огонь в печи, чтобы согреться и попутно зажарить форель. Рыба готова, мне стало немного теплее. Пора уходить дальше. Из печи я набрал немного факелов и покинул судно. Я побежал на китобойную станцию. По пути туда я встретил медведя, который гулял около дороги. А в лодке лежал рюкзак с солеными крейкерами. В другой лодке, в сугробе, притаилась банка корма для собак. Я пробрался на территорию станции. Снова появился риск переохлаждения, поэтому я отправился отогреваться в прицеп. В лежащем на полу шкафчике я нашел банку свинины с фасолью. На полу лежала ткань. На полках нашел точильный камень. А в контейнере была баночка сардин. В другом контейнере я нашел хлопковую шапку, которая оказалась лучше красного шарфа. В другом вагончике я нашел руководство по револьверам, банку томатного супа и энергетический батончик. В последнем из вагончиков меня удивила вертикально расположенная кровать, на которой можно спать. На кровати я нашел ветровку. Моя первая куртка в этом выживании, но она не будет хорошо греть, зато хоть немного защитит от ветра. В помещении была плюсовая температура, да и я очень устал. Поэтому я решил поспать, набраться сил и восстановить здоровье. Я решил отправиться на саму станцию, попутно обыскав тайник. Долго не мог я сообразить, где упрятан тайник. Когда я открыл контейнер, то разочаровался. Там были довольно бесполезные факелы и патроны к сигнальному пистолету. Я решил зайти на саму станцию. На входе были два шкафчика, один из которых заперт. В другом я нашел свитшот, а перед дверью лежал ружейный патрон. И вот я внутри. Зажгу-ка я лампу, чтобы ничего не упустить. На полке я нашел виноградный лимонад, два патрона к сигнальному пистолету и банку персиков. В шкафчике лежало только топливо для фонаря, а два других шкафчика были заперты. Еще я нашел банку свинины с фасолью. В соседней комнате я нашел шерстяную шапочку, которая оказалась очень теплой. Я пошел дальше осматривать станцию. В углу сидел обмороженный труп. Рядом с ним факел и рюкзак, в котором лежал виноградный лимонад и энергетический напиток. Сам труп поделился со мной шоколадкой. В следующей комнате я наконец-то нашел варежки, и теперь мне не грозит обморозить свои руки. На полке лежали патроны для револьвера, а под кроватью были сигнальный пистолет и шприц первой помощи. На другой полке я нашел курточку. Я спустился вниз станции, на верстаке лежала записка, а около бронзбойта дрова. В уголке помещения был припрятан сейф. Благополучно вскрыв его, мне достался кленовый сироп. Фонарик я брать не стал. Сейчас я покажу вам секретное место. Возможно, кто-то о нем не знает, но там можно найти хорошие вещи. Обыскав его, я нашел чашку кофе, банку сардин, газету, два патрона для револьвера, антибиотики, арахисовую пасту и банку корма для собак. Уже наступила ночь, да и усталость была сильная, поэтому я решил переночевать на станции. Так и прошел первый день моего выживания. Перед выходом с территории китобойной станции нужно проверить прицеп. Там я нашел флисовые варежки, горючие, баночку сардин и обезболивающие. Задерживаться здесь я не стал и сразу же отправился дальше. В пикапе я нашел энергетический батончик, а в козырьке оказалась записка с каракулями. На карте отобразилась метка. Пройдя по мосту, меня заметили волки, и я нырнул в машину. В бардачке лежала шоколадка. Я зажег факел, потому что миновать стаи волков мне не удастся. Я спокойно прошел мимо волков и добрался до заброшенной шахты. Сразу на входе я нашел факел и топливо для фонаря. В небольшой комнатушке я нашел шоколадку, спички, револьвер. Теперь у меня есть оружие, да и патронов достаточно. При необходимости я легко отобьюсь от волков. Даже поверить не могу в то, что сейчас идет только второй день моего выживания, а у меня уже есть револьвер и 36 патронов к нему. Я решил посетить то место, которое отметилось у меня на карте. И вот, дойдя до укромного уголка Кэти, я нашел очень много всего. Из мертвого оленя торчала сломанная стрела. Неподалеку лежал рюкзак. Мне досталась фиальная говядина, книжка по разведению огня, стрела, лук для выживания, банка корма для собак и шоколадка. Пора уходить с этой локации, больше здесь нечего искать. Я дошел до места перехода, заброшенной шахты. На входе меня ждала газировка с саммит. Дойдя до небольшой комнаты, я нашел топливо для фонаря, ткань, патрон для револьвера, факел, еще ткань и ружейный патрон. И вот я добрался до выхода. Много времени это не заняло. Здесь я нашел патрон для револьвера и факел. Почему-то заглючили шкафчики, просто не отображалась иконка запертого замка. Нужно немного отдохнуть и дальше отправляться в путь. Я решил немного перекусить шоколадками и съев одну из них, я отравился. Приняв антибиотики, я понял, что остаться в шахте мне придется на всю ночь. Спустя 10 часов сна, отравление прошло. Когда я вышел на улицу, еще только расцветало. Было очень холодно. Это переходная локация, здесь нечего делать, поэтому останавливаться здесь я не собираюсь. По пути мне встретился волк и пещера. В ней я забрал факел. На входе меня уже поджидал волк, поэтому я сразу использовал факел и легко отпугнул хищника. Немного пройдя, я добрался до заброшенного дома Харриса. Ничего не найдя в машине, я отправился дальше. А дальше по дороге меня ждал переход на следующую локацию. Покинув разбитое шоссе, я оказался на прибрежном шоссе. Эта локация мне тоже довольно хорошо знакома. Трудностей здесь у меня не должно возникнуть. Единственная проблема, о которой я помню, это огромное количество волков. Обыскав машину, мне достались нож и чипсы, а в козырьке я нашел записку. На карте отобразился тайник, который я обязательно проверю. Немного пройдя по дороге, я вышел к домикам. И вот что я нашел в первом из них. Банку томатного супа, апельсиновую содовую, топливо для фонаря, банку сардин, банку персиков, джинсы, шерстяные носки, книгу, повязку, ткань. Я набрал немного воды из туалета и нашел еще одну книгу. А в другой комнате я нашел лыжную куртку. В другом доме я нашел газировку саммит, банку свинины с фасолью, горючее, немного туалетной воды и рваную шапку. Выпив газировку, я прилег отдохнуть. Проспав пару часов, я отправился дальше. Пока я шел до прибрежного поселка, что-то случилось с текстурами. Они попросту пропали. Возможно, это из-за недавнего обновления. Раньше с таким я не сталкивался. Дойдя до поселка, я столкнулся с волком. Когда я прятался от него в машине, нашел спички. Но волк не дал мне спокойно уйти и пришлось использовать факел. И вот я добрался до гаража. В комнатке с магазином я подобрал набор для шитья, топливо для фонаря, немного еды, газировку саммит, патроны для револьвера. Сам револьвер, фонарь. В холодильниках была газировка. Еще я нашел книжку по готовке. Сначала я решил сбросить лишний груз, а уж потом обыскать гараж до конца. Я нашел ветровку, точильный камень, книгу, вяленую говядину, злаковый батончик, огнево. Еще один батончик, спальный мешок, перчатки, растворитель пней, уголь, повязку, обезболивающее, ружейный патрон, еще газировка в холодильнике. На стеллажах висели шоколадки и вяленая говядина, энергетик, инструменты, рабочие штаны. Из туалета набрал немного воды. Пожалуй, здесь я расположу свою базу. Оставшееся время этого дня я раскладывал и сортировал свои вещи, а перед сном немножко почитал. Я проснулся ночью, потому что выспался и решил развести огонь. Накипячу себе воды, разогрею покушать. Я три дня не голодал, поэтому у меня появился бонус сытость. Теперь я смогу переносить на 5 килограмм больше веса. Это очень хороший бонус. Буду и дальше поддерживать уровень калорий. Проснувшись утром, я отправился исследовать местность рядом с гаражом. Сначала обыскал пикап возле двери. В нем были лишь спички. В другом пикапе я нашел энергетик. Пора посмотреть, что лежит в домиках. По пути к дому я глянул, что лежит в машине. А в ней были апельсиновое содовое, книжка, спички и патрон для револьвера. В почтовом ящике я нашел газетный рулон. В первом домике было немножко еды и много одежды. Заберу себе и потом разорву на тряпки. Из крутого шерстяные кальсоны. Они точно не дадут мне замерзнуть до смерти. На очереди второй дом. В нем не оказалось ничего интересного. Здесь я нашел спички, зеленый чай, березовый чай, кофе, немного еды и шерстяные носки. Быстренько обыскав этот дом, я не стал в нем задерживаться и сразу отправился к следующему. По пути обшарил машину. В ней была шапка, батончик и варежки. Итак, третий домик меня тоже ничем не удивил. Здесь снова оказался стандартный набор из небольшого количества еды, одежды и каких-то мелочей. Но даже и еды здесь было совсем мало. Покидая дом, нужно помнить, что на улице меня может подстерегать волк. Хищника не оказалось, зато в почтовом ящике я нашел ружейный патрон. Четвертый дом. В нем я тоже не нашел ничего стоящего, кроме котелка и приготовленной оленины. Еще берцы. Но носить я их не собираюсь, оставлю на базе. Зато все эти домики дали мне много одежды, а значит у меня будет много тряпок на базе. Когда я вышел из дома, то направлялся к следующему дому, попутно собирая палки. А вот за деревьями меня поджидал волк, и при удобном случае он напал. Я дал ему отпор. Как только обидчик убежал, я отправился на свою базу. Как вдруг, возле нее меня поджидал уже другой волк. Я решил оббежать гараж и зайти с другого входа, неподалеку от которого тоже был волк. Мне удалось безопасно добраться до базы. Я перевязал рану и обеззаразил ее. Да, очень много волков рядом с моей базой. Когда-нибудь это может очень плохо кончиться. Тут я выпил березовый чай, чтобы поскорее восстановить свое здоровье. И лег спать на пару часиков. А когда я проснулся, был уже вечер. Чтобы не сидеть дома, я отправился в пикап. Тут я спокойно почитаю книжку. А когда замерзну, то просто уйду обратно в гараж. Книгу я дочитал и немного улучшил навыки шитья. Изготовил пару повязок из мха. И пошел отсыпаться в гараже. Когда я проснулся, была еще ночь. Дул сильный ветер. Но делать нечего. Я отправился снова в пикап, чтобы отремонтировать свои вещи. А вот из-за погодных условий на улице было слишком темно. И я ничего не смог сделать. Просидел в машине, пока не замерз. И ушел обратно. Я дождался утра и снова попытался починить вещи в этом пикапе. И на этот раз у меня получилось починить варежки. Дожидаясь хорошей погоды, я читал книжки. А когда стало теплее, отправился изучать локацию. Возле гаража я припрятал мясо. На улице оно будет долго портиться. Я добрался до прицепа. Зарисовал местность. И зашел внутрь. Там я нашел немного дров, чипсы, топливо для фонаря, рабочие штаны и инструменты. Задерживаться здесь я не стал и отправился дальше. Пройдя немного выше по дороге, я добрался до опушки, на которой собрал немного мха. А чуть дальше оказался заброшенный наблюдательный пункт. Внутри домика был бардак. Но там я нашел банку сгущенки, банку томатного супа, ткань, ружейный патрон, дрова и патроны для револьвера. Я решил развести огонь, чтобы перекусить разогретой едой. Я взял факел и пошел дальше. Я не пошел по дороге, а спустился по скалам и удобно сократил путь, только вот запястье растянул. Я добрался до трех маленьких домиков и подумал, что где-то рядом расположен тайник. Зарисовав местность, я понял, что ошибся. Здесь я поохотился на кроликов. Только поглядите на этого силача, ему любой камень нипочем. Вдалеке шел медведь, а я принялся осматривать, что лежит в домиках. Во всех домах было очень много книг и всякая мелочевка. Я поймал второго кролика и немного полюбовался на этого медведя. Будет тяжело оправиться после его нападения, поэтому я не стал рисковать и укрылся в домике. Там я освежевал кроликов. Я решил не сидеть тут, а уйти на базу, чтобы сбросить лишний груз там, немного отдохнуть и пойти дальше исследовать локацию. На улице было туманно. Очень страшно, ведь где-то неподалеку может бродить медведь. Только я об этом подумал и услышал чьи-то тяжелые шаги. Прислушавшись, я понял, что это косолапый. Но я не мог понять, где он. Ага, вот он. Показался. Ну блин, убегу я от беды подальше. Когда убегал, заметил машину. Обыскав ее, я нашел книгу о разделке туш, револьвер и виноградный лимонад. Я побежал дальше в сторону своей базы. Из тумана на меня вышел волк. Медлить я не стал. Сразу зажег факел и легко отпугнул хищника. Дальше до базы я добрался без проблем. Там я сбросил все лишние вещи, пожарил мясо и оставил его на улице. Пока кипятится вода, я хотел немного почитать, но не смог из-за растяжения запястья. Уже ночь, пора ложиться спать. Завтра я хочу обыскать домик, который расположен немного выше. Вряд ли там окажется что-то ценное, но проверить его нужно. Погода на улице была хорошая. Было не очень холодно. Я быстро дошел до полянки, на которой стоял дом. Ну да, снова ничего ценного. Абсолютно стандартный набор из еды и одежды. Выложу вещи на базе. По пути обыскал еще один дом, который был совсем рядом с гаражом. И опять еда плюс одежда. Около гаража выложил мясо, которое я нашел в домах. Развел огонь, подкрепился горячими персиками. Перед сном я читал. На улице бушевала сильная метель. Я разогрел кофе, и как раз метель закончилась. План на сегодня. Обыскать домики на озере. Попутно можно заглянуть в рыбацкие бараки. Ого, как же много волков. А кажется, вот с этим бедолагой я недавно сражался. Собрал перья, волчью шкуру, немножко мяса и кишки. Пока все собирал, очень сильно замерз. Быстро добежал до рыбацкого барака. Там я нашел два патрона для револьвера, ткань, дрова, точильный камень и балаклаву. Развел огонь, чтобы приготовить мясо и отогреться. А чтобы не терять времени, я решил сделать удочку и порыбачить. Как только мясо пожарилось, я собрался уходить. Но меня поджидал волк, без факела уходить не рискнул. Быстро оторвавшись от него, я добрался до острова. Там я набрал немного мха. А тем временем, ветер задул мой факел. Пока я собирал мох, откуда-то прибежал волк и сразу кинулся на меня. Отбиться удалось, но здоровья осталось всего половина. Я не успел даже осмотреть свои раны, как услышал лай. Снова волк. Открыть факел я не успел, и он напал на меня. И снова мордобой. Победить в схватке удалось, но какой ценой? Здоровья совсем не осталось. Нужно срочно укрыться в доме. Еще одну встречу с волком я не переживу. Да, нужно торопиться, чтобы не истечь кровью. Очень тяжело было. Я думал, что не выживу. Поэтому, недолго думая, я использовал шприц с первой помощью. Теперь есть время остановить кровотечение. У меня было три раны и три повязки. Их я перевязал, а потом обработал от заразы. Я подлечился. Теперь нужно лечь спать. Я ужасно устал. Нужно восстанавливать здоровье, а дом обыщу потом, когда проснусь. Я очень изглупил, потому что не знал, что для восстановления здоровья нужно спать как можно больше часов. Я разорвал ветровку на ткань и лег спать дальше. Ночью я перекусил волчьим мясом и заработал риск кишечных паразитов. Ничего страшного в этом нет. Постараюсь больше не есть мясо хищников, пока риск не пропадет. Я зажег лампу, сейчас буду осматривать дом. Ничего необычного, снова стандартный набор. Только побольше еды было. Еще котелок нашел. Как только рассвело, я не стал уходить и решил еще восстановиться. Дочитал книжку и получил за это значок. И к тому же прокачал навык владения револьвером. Я выспался и принял решение идти дальше. Нужно быть особенно осторожным, здоровья всего половина. Вход в дом весь запачкан моей кровью. Но зато на улице очень тепло. Пока шел, наткнулся на труп. У него нашел книжку, чипсы и ветровку на замену. Вот я добежал уже до второго острова. Надеюсь, здесь меня не будут поджидать волки. Около дома я собрал немного ягод шиповника. Решил было обобрать еще один куст. Но услышал волчилай и сразу же передумал. В домике опять ничего интересного. Только аварийный фонарь нашел еще один. Заберу. Пригодится. А в чемодане я нашел замечательные армейские штаны. Я решил остаться здесь на ночь. Нужно немного подлатать свои вещи. Меня всегда забавляло то, как персонаж выглядит в балаклаве. А вот и риск кишечных паразитов прошел. Наступило утро. Я дочитал книжку. Вздремнул пару часиков. И уже пора идти дальше. Здоровье неплохо восстановилось. Кстати, я заметил, что здесь, на краю льда, море выносит какие-то припасы. Иногда может попасться что-то полезное. Я добрался до стоянки рыбаков. Буду осматривать домики. Ружейный патрон, банка кофе, охотничий нож на входе. Патрон для револьвера, леска и крючок. Вот что мне удалось собрать с этих домиков. В одном из них я решил сбросить лишний груз. Теперь налегке можно сходить и забрать вещи из тайника. И пока я бродил в поисках тайника, нашел одинокий домик, а рядом с ним топор. В этом домике не было ничего интересного. Пока я тут ходил, поймал одного кролика, а чуть позже дошел до прицепа. Я никак не мог сообразить, где расположен тайник. Пока изучал карту, ко мне подкрался волк. Но избежать мордобоя удалось. Я успел зажечь факел. В прицепе не было ничего полезного. Пока горит факел, я могу быть в безопасности. Нельзя упускать такой шанс. Нужно продолжать поиски тайника. Нашел труп, он пустой. Встретился с медведем и получил растяжение. Я добрался до медвежьего ручья. В контейнере нашел тонкий свитер. Рядом с портфелем лежало увеличительное стекло. Зарисовал местность. Да, я очень близок к тайнику. Я очень вовремя ушел отсюда. Медведь был совсем рядом и шел именно в мою сторону. Наконец-то нашел тайник. Он был в пеньке рядом с домиком. В нем были патроны и немного еды. Я уже собирался зайти в дом, как косолапый зарычал. Заметил меня. Хорошо, что я успел спрятаться. Ночью я решил перекусить и отравился арахисовой пастой. Принял антибиотики и лег спать дальше. Проснувшись утром, отравление прошло. Ну что, теперь нужно унести все вещи на базу. Думаю, что идти придется в несколько заходов. Наверное, в два. Пока шел, решил собрать соленья шкуру. Хорошо, что не начал этого делать, потому что услышал шаги. Оказалось, это медведь. С револьвера я его уложить не смогу. А вот напугать, я думаю, у меня получится. Парочка выстрелов, и медведь уже добежал до меня. Знали бы вы, как сильно в этот момент мне было страшно. Вон рычит как. Я его разозлил. Нужно отбиваться дальше, бежать не получится. Зажег факел. Показалась голова мишки. Я спрыгнул с камня. Занял позицию, выстрелил. Видать, удачно попал, и медведь пустился на утек. Еще и волка напугал. Нужно собрать гильзы, потом хочу попробовать сделать патроны. После такой перестрелки я и про шкуру совсем забыл. Дошел до моста. Обыскал машину, нашел в ней говядину и записку. Тайник отобразился прямо около гаража, в котором я поселился. Добрался до домиков, забрал вещи и пошел до гаража. На моем пути стояла машина, а в ней лежала книжка. Под мостом лежала тушка оленя. С нее я собрал шкуру и кишки. Дошел до подлокации склад бревен. Обыскал прицеп, но ничего ценного не нашел. Уже на подходе к поселку на меня получилась целая стая волков. Всех удалось отпугнуть. Проверил тайник. Энергетик, шоколадка, две удочки и банка кофе. Вот все содержимое. Я добрался до гаража. На базе я выложил вещи и лег отдыхать. Когда я проснулся утром, принялся читать. На сегодня я поставил такой план. Перенести оставшиеся вещи из домика и начать готовиться к переходу с этой локации. Пока я шел за вещами, посетил небольшую шахту. Ничего интересного там не оказалось. Вещи я перенес. Перед сном почитал немножко и уже пора ложиться спать. Когда я проснулся, было еще очень темно. Я решил развести огонь, чтобы подшить вещи. Потом я почитал книжку и прокачал навык починки. Мой план на сегодня. Уйти с этой локации, посетить отрадную долину и перейти на Волчью гору. Оттуда я смогу посетить пепельный каньон, где заберу отличный рюкзак, благодаря которому можно переносить веса на 5 килограмм больше. Около прицепа я нашел труп, но он пустым оказался. В прицепе тоже ничего. Поспал. Иду дальше. Дошел до места перехода. Возле входа в шахту я нашел гвоздодер. В самой шахте из полезных вещей я нашел шприц и огнево. Я уже собирался уходить, но перед этим решил перекусить и отравился. Придется остаться на ночь тут. Я принял таблетки и лег спать. Утром я немного почитал и отправился в путь. Когда шел, обыскал машину. Наконец-то я могу вскрывать багажники и ящики. Кроме свитшота ничего не было. Чуть дальше я вышел к заброшенным лачугам. Там меня поджидал волк, его я быстро отпугнул. Кроме дров там не было ничего. Я дошел до точки разногласия. У трупа нашел патрон для револьвера. В одной из машин была записка. Я решил зарисовать местность и погода быстро испортилась. Нужно переждать, пока на улице не станет лучше. В такую метель я легко заблужусь. Но лучше не становилось, я очень замерз. Тогда я зажег лампу и немного отогрелся. Так я и просидел несколько часов в пикапе, а погода никак не хотела налаживаться. Ночевать здесь у меня не получится, поэтому нужно отправляться в путь. Долго я бродил и никак не мог найти теплого места. И каково же было мое удивление, когда я вышел к точке разногласия. Снова. Наконец-то я добрался до нужного места. Спускаюсь в бункер, чтобы отогреться и переночевать. Там я нашел ножовку, которая пригодится мне на Волчьей горе. Ложусь спать. Утром я готовил себе завтрак, чтобы без труда забраться по тросу. Пора отправляться. Я довольно просто вскарабкался. Впереди Волчья гора. А вот и точка перехода. Когда я дошел до шасси, погода испортилась. Но это не помешало мне добраться до хижины альпиниста. Я развел огонь, чтобы отогреться. На полу нашел записку. Еще одна ножовка. До самого вечера я обустраивал здесь базу. Еще рыбалку успел прокачать. А когда стемнело, вышел нарубить дров. Обыскал рыбацкий барак и нашел там еще одну записку. Началось северное сияние. И я встретил обезумевшего медведя. Спрятался дома, а косолапый устроил забег на пруду. Пора ложиться спать. Следующий день начался с приготовления кофе. Я отправился в Пепельный каньон. Довольно быстро добрался до грузовых контейнеров около крыла. В первом я нашел патроны для револьвера, топливо для фонаря и несколько факелов. Второй контейнер дал мне много медикаментов. Когда я пытался открыть третий контейнер, у меня сломалась ножовка. А это значит, что открыть контейнер больше не получится. В четвертом контейнере была газировка и энергетический напиток. Я прошел по упавшему бревну, довольно живописно на этой локации. А чуть дальше дошел до пещеры. Я развел костер и лег поспать. Потом я взобрался по альпинистскому тросу и добрался до переходной пещеры. Пещеру я прошел быстро и попал на новую для себя локацию – Пепельный каньон. Никогда здесь раньше не был. Нашел что-то вроде заброшенного лагеря. Там нашел шоколадку и сломанную стрелу. Пока пытался спуститься с горы, сорвался. Было страшно. Я подумал, что расшибусь насмерть, но обошлось. Я дошел до небольшой пещеры. Тут я смогу отогреться и восстановить свои силы. Выпил чай из березовой коры и лег поспать. Пока шел, встретил лося. И он меня заметил. Еле успел убежать от него. И обдурил его на тросе. С такой усталостью забраться не получится. Я выпил энергетик и подняться удалось. Но каково было мое удивление, когда я узнал, что дальше меня ждет еще один длинный трос. Делать нечего, нужно лезть. Было тяжело, но я останавливался передохнуть. Сил было мало. Я выпил еще один энергетик и полез дальше. И вот мне удалось забраться наверх. Но дальше меня снова ждал очередной трос. На этот раз еще длиннее. Я развел огонь и лег отдохнуть. А когда проснулся, преодолел и этот подъем. Прошел немного и добрался до лагеря шахтеров. В шахте я нашел тот рюкзак, о котором мечтал. Теперь меня реже будет беспокоить перевес. Еще тут был отличный теплый свитер и альпинистские кошки. Весь следующий день я отсыпался в шахте, а вечером немного почитал и занимался починкой вещей. Ну и после этого лег спать. На следующий день я немного поохотился. Поймал двух кроликов. Полюбуйтесь, как здесь живописно. Когда стемнело, я снова почитал и уснул. Думаю, что пора уходить отсюда. Я забрал рюкзак, больше мне ничего не нужно на этой локации. Я спустился туда, где видел лося. Попробую поохотиться на него с револьвера, может убить получится. Тогда я смогу сделать себе сумку из лосиной шкуры и получить максимальный прирост к рюкзаку. Суммарно 15 килограмм. Вот сколько пуль у меня было до стрельбы. Лось убит. И вот сколько пуль у меня осталось. Собрал с него сначала шкуру, а потом мясо. А весь оставшийся день я готовил. Проснулся я от ужасного холода. Ночью мой костер задул ветер. Вернусь в пещеру, там отогреюсь и доготовлю мясо. Нарубил немного дров и весь день просидел в пещере. Утром я немного почитал. Собрал вещи, выпил кофе и отправился в путь. Обратно на Волчью гору. Там нужно посетить вершину. Кстати, шкура лося просохла уже на 12%. Скоро у меня будет сумка. Покидаю пепельный каньон. Оказывается, в первый раз я пропустил в пещере много нужных вещей. Майор. На выходе из пещеры побросал вещи. Заберу их потом, когда буду спускаться с вершины. Как раз и шкура просохнет. Перед сном выходил, чтобы выложить на улице мясо. И волк отстрелил. Сплю. Утром я добрался до грузовых контейнеров. Вот что было в первом. Совсем ненужные обувь и рваные носки. Второй контейнер не оказался полезнее. Там была ненужная мне одежда и туфли. Я только штанишки заменил. Следующие контейнеры были намного полезнее. В одном много инструментов. А в другом кожа и заячьи шкуры. Сложил вещи в контейнер, потом заберу. Добрался до троса. Ох, как же легко забираться в замечательных кошках. Зашел в пещеру. После нее я нашел рюкзак с едой и альпинистский трос. Забрался по еще одному тросу. И вот я на вершине Волчьей горы. Сейчас буду открывать контейнеры. Нашел патроны к ракетнице и еще одну ножовку. В первом контейнере было много одежды. Кольсоны мне очень пригодятся. Во втором были спички и немного горючего. Из третьего мне досталось очень много еды. В четвертом была вода. В пятом газировка и энергетики. В шестом были фонари, инструменты и огнево. Следующий оказался с чаем и кофе. В этом тоже было много еды. Снова вода. А в этом оказались шкуры. Следующий контейнер был с одеждой. Теперь я тепло оденусь. Еще одежда. Вот так я оделся. Теперь точно будет тепло. Пока разбирался с вещами, наступила ночь. Пилю дальше. Контейнер с лекарствами. В последнем контейнере были патроны, книжка и ружье. Ночевать буду здесь. Пора разжигать костер. И пора ложиться спать. Когда проснулся, я отправился рубить дрова. Хочу пару дней просидеть здесь, на вершине. Так за рубкой дров прошел весь день. А ночью я подкрепился и читал. С утра я снова читал. Заняться было особо нечем. Поэтому все, что я делал, это рубил дрова, читал и спал. Прочитал уже две книжки. Ложусь спать уже почти утром. Этот день я посвятил ремонту своих вещей. Смотрите, как я неплохо прокачал свои навыки. Еще ружье прочищал. Пора ложиться спать. А сегодня я начал перетаскивать вещи с вершины. Забрал вещи из контейнера и добрался до пещеры. Скинул вещи и пора ложиться спать. На следующий день я подстрелил волка из ракетницы. Еще с медведем встретился. И лег спать на вершине. А сегодня я только читал и рубил дрова. Да, больше не было никаких занятий. Этот день снова начался с рубки дров. Потом я воду кипятил. А ночью я наблюдал за северным сиянием. Еще успел почитать немного и уже наступил следующий день. Утром я снова рубил дрова. Наконец-то дочитал книжку. Собрал оставшиеся вещи и пошел спускаться отсюда. Попутно собрал шкуру с волка. И уже в темноте я добрался до пещеры. И был очень рад, потому что шкура лося уже высохла. Ложусь спать. Сегодня я поточил собранные вещи в хижину альпиниста. Все забрать я не смог. Придется вернуться. По пути я нашел труп с ножом и факелом. Добрался без проблем. Оставил там вещи и пошел немного порыбачить. Вот весь мой улов за три часа. Подкрепился и лег спать. Сегодня я сделал сумку из лосиной шкуры. Отлично, теперь могу спокойно переносить 45 килограмм. Весь день делал сумку. Пора ложиться спать. В этот день я наловил немного рыбы. Занимался готовкой и воду кипятил. На следующий день я дочитал книжку и прокачал навык разведения огня до третьего уровня. Немного погодя, я отправился в пещеру за вещами. Набрал немного тимофеевки. За мной увязался волк, пришлось его отпугивать. Нашел пещеру в ущелье, но там ничего стоящего не оказалось. Прогнал волков. Выбускал контейнеры. В первом было много одежды, во втором были спички и горючее. В третьем кофе и чай, а в четвертом снеки. Дошел до пещеры. Там тоже особо ничего ценного, я только взремнул пару часиков. Уже темнело, и я не успевал добраться до нужной пещеры. Пришлось переночевать в пещере рядышком. Ну а с утра я отправился до нужной пещеры. Залез. Сейчас забрать все не получится, придется возвращаться еще. Спустился. В соседней пещере побросал вещи. Ложусь спать. Снова поднялся наверх, забрал вещи, спустился и скинул их в пещере. Отсюда будет удобнее переносить. Пока шел до дома, очень замерз, да и ногу подвернул, но дошел без проблем. Раскидал вещи, пора ложиться спать. Сегодня я весь день занимался рыбалкой, а когда закончил, был уже вечер. Перед сном я приготовил весь улов, ложусь спать. С утра набрал немного Тимофеевки и пошел за вещами в пещеру. Забрал все, поспал немного. И вернулся в хижину. Пока разбирал вещи, наступил вечер. Пора ложиться спать. Сегодня я отправился в черный камень. Жаль, что я не взял ножовку. Тут был еще один контейнер. Добрался до переходной пещеры. Там немного поспал. И вот я в черном камне. Началась метель, но я вовремя успел добраться до прицепа. Подлатал свою одежду. Пора ложиться спать. Когда наступило утро, я отправился изучать локацию. Дошел до фермы повара. Развел огонь и начал греться. Решил перекусить и отравился. Принял антибиотики. Пришлось возвращаться обратно в прицеп. Ложусь спать. В этот день я добрался до убежища каменщика. Нашел там ножовку. Записку. И крутую куртку. Дошел до моста, но там тупик. Только рюкзак с патронами был. Пошел обратно и встретился с лесными волками. Отстрелялся от них. Немного отдохнул в пещере. И уже вечером спустился в ущелье. Там нашел хранилище с ирпом. И батончиком. Прошел немного дальше и дошел до пещеры. В ней лег спать. Когда проснулся, подшил найденную куртку. А потом начал подниматься вверх из ущелья. Хочу добраться до другой стороны разрушенного моста. Нашел труп с полезными вещами. Добежал до пещеры и там немного поспал. Прошел чуть дальше и добрался до шахты. Набрал там много хлопушек. Буду отпугивать волков. Но больше здесь ничего не было. Ухожу. Очень устал и вернулся обратно в пещеру. Ложусь спать. Спускаюсь обратно. Сегодня у меня в планах посетить тюрьму. А пока выбирался из ущелья, устал. Пришлось отдохнуть в пещере. Ага, вот и тюрьма. Добрался. Побросал вещи в этой комнатушке. Сделаю здесь временную базу. Отстрелил волка из автобуса. И еще одному досталось. А вот тут чуть было не пострадал я. Но все обошлось. Собрал шкуру, кишки и немного мяса. Хотел обыскать тюрьму, но не нашел туда вход. Пришел на двор. Закрылся там от волков. Смешно они выставляют голову через забор. Подстрелил одного. Через забор собрал кишки и шкуру. Никаких полезных вещей здесь не оказалось. Зато нашел самодельный нож. Вряд ли он мне пригодится, но будет лежать как безделушка. Я очень устал. Буду ложиться спать. С утра почитал книжку. И пошел дальше обыскивать территорию тюрьмы. В медпункте не было ничего. Взял немного воды. Выхожу за территорию. Пробегаю мимо волков и захожу на территорию с другой стороны. Я в казарме. Нашел сырую оленину. Больше ничего интересного. Лезу на строжевую вышку. Там нашел гильзу и парочку патронов. Вернулся на базу. Готовил мясо. Пока мясо на плите, чиню куртку. Мясо готово. Решил сходить в пропарочные тоннели. Обшарил там все, но нашел только мелочевку. Ложусь спать. Начало светать. Мне пора идти дальше. Только вышел из тоннелей и сразу электростанция. Вещей здесь оказалось еще меньше, чем в тоннелях. Ухожу. Пришел куда-то и нашел там записку. Ага, это останки добытчика. В разрушенном доме нашел котелок. Буду теперь его таскать с собой вместо двух банок. Прошел чуть дальше и поднялся по тросу наверх. Немного дальше была пещера с кроликом, но кроме дров там ничего не было. Решил немного взремнуть. Прошел по упавшим деревьям. Обыскал машину. Еще одну. Пробежал через узкий мост. Нашел какую-то вышку. Начало темнеть. Я хотел переночевать в пещере, но решил отправиться дальше. И дошел до старой подстанции. Нашел здесь тайник с инструментами. Пора проверить, что есть на самой станции. Только книжка, немного еды и банка кофе. Вышел на улицу и быстренько прочитал книжку. Устал ужасно. Пора ложиться спать. На следующий день я побежал дальше. Добрался до машины и услышал волков. Нужно дать им бой. Заодно опробую хлопушку. Непонятный эффект. Как будто его и нет. С револьвера надежнее. Прогнал их и добрался до резиденции тюремщика. В пикапе нашел записку. Побросал здесь лишние вещи. Неподалеку есть переход. Поэтому отсюда будет удобно переходить на другую локацию. Чтобы добраться до тайника, нужно пройти мимо лося. Не хочу рисковать. Лучше отпугну его. Но кажется ему все равно. А, нет. Убежал. Нашел тайник с тремя морскими факелами и тремя хлопушками. Бесполезная ерунда. Решил еще разок испытать хлопушку. Но скажу честно, что испугался я намного больше, чем этот волк. Уже вечерело. Да и я сильно устал. Буду ложиться спать. Я собрал свои вещи и вернулся к резиденции. Взял там немного дров. Взремнул в пикапе. Пора уходить с этой локации. Я попал на перевал смотрителя. Здесь я никогда не был. Тут довольно живописно. Я немного заблудился и решил проверить, есть ли путь внизу. Но там был тупик. Зато в пещере нашел еще одну ракетницу и патроны к ней. Я немного взремнул и полез обратно наверх. Было уже темно, но я все равно нашел дорогу и вышел к мосту. Началась сильная метель. И я буквально на ощупь добрался до разрушенного домика. Там я развел костер и лег спать. На следующий день я добрался до пещеры и через нее добрался до другой переходной локации. Опять перевал смотрителя, но уже юг. Отпугнул волков и добрался до моста. А чуть дальше был прицеп. Там не было ничего интересного и я продолжил свой путь. Добрался до другого моста, где меня поджидал волк. После я покинул эту локацию и оказался в отрадной долине. А погода там была ужасная, да и я довольно устал. В машине я нашел ирб и записку. Когда я очень замерз и устал, я вышел к одинокому домику. Завалился спать. Я проснулся и пошел изучать локацию. Добрел до машины. В ней нашел патроны для револьвера и еще одну записку. В сарайке неподалеку были припрятаны ружейные патроны. Добрался до фермерского дома. Захожу. Там скинул вещи и осмотрел дом. Ничего интересного не было. Снова еда и одежда. В подвале нашел книжку. Не стал задерживаться здесь. Забрал вещи и отправился дальше в путь. Пока шел, подвернул ногу. Добрался до радиовышки. Там нашел очередной сигнальный пистолет и ружейные патроны. Прилег немного отдохнуть. Когда я проснулся, наступала ночь. Я чуть-чуть почитал и лег спать дальше. Утро я начал с приготовления завтрака. Дочитал книжку. Немного позже дочитал другую. И лег спать. Этот день середина моего выживания. Да, целых 50 дней продержался. Дела идут отлично. Сегодня я отправляюсь на загадочное озеро. Нашел пещеру, а в ней патрон. Набор и книжку. Добрался до переходной пещеры. Немного поспал. Почитал. И решил переночевать здесь. Покинул пещеру и оказался на извилистой реке. Эта локация небольшая. Я быстро добрался до Гэскартера. Полюбовался видом. Прошел по дамбе и залез внутрь. В основном здесь было много инструментов. А еще я нашел новое ружье. Винтовка Вона. Она смотрится очень аутентично. И ее отличительная особенность от обычного ружья. Это меньший вес. Особо интересного и нужного здесь больше ничего не было. Даже в сейфе оказался лишь шприц и ирб. Пока обыскал здесь все, ужасно устал. Немного вздремнул. Почитал до наступления ночи и лег спать. Наступило утро. Я дочитал книжку и прокачал навык лучника. Покидаю ГЭС. Но туда нужно будет вернуться. Я там оставил немного вещей. Дошел до сошедших вагонов. И там нашел патроны для револьвера. И книжку. Ну а чуть дальше администрация турбазы. Сделаю это место своей основной базой. Разложил все вещи. Немного почитал. И уже пора ложиться спать. И ночью у меня появился риск к клаустрофобии. Погода была ужасно холодной. Я хотел избавиться от риска клаустрофобии. Но не знал, где это можно сделать безопасно. Очень сильно замерз. Но добрался до ГЭС и решил отогреться в прицепе. Спустя пару часов я отогрелся. В машине нашел записку. А риск клаустрофобии только увеличился. Забрал вещи с ГЭС и принялся проводить время на улице. Мне очень нравится это новое ружье. Развел костер, немного почитал, наломал дров на ночь и уже стемнело. А риск все еще не прошел. Сел в машину и там поспал. Пару часов спустя риск к клаустрофобии прошел. Как только проснулся, сразу же отправился на базу. В охотничьей засидке нашел два патрона для револьвера, шприц, стрелу и ружейные патроны. Вышел на озеро. А вот и домик администрации. Разложил вещи, пора ложиться спать. Проснулся и пошел осматривать домики у озера. Нашел патрон. Немного порыбачил. Около одинокого дома нашел записку. Похоже, придется опять возвращаться на ГЭС. Осмотрел дома, но там ничего интересного. Только много книг и немного еды. Дошел до пещеры. Там развел огонь, приготовил рыбку, да и лег спать. С утра вернулся на базу. Пошел прогуляться и отобрал добычу у волка. Вернулся домой, чтобы немного отдохнуть. Решил никуда не ходить и очень много читал. Подстрелил оленя и погнался за ним. А пока искал его труп, нашел заброшенный наблюдательный пункт. Там была записка. Нашел трос и прикрепил его здесь. Еще тут была туша оленя, но не того, которого я ищу. Пока спускался, заметил уже нужного оленя. Собрал с него все. И вернулся на базу. Занимался готовкой и лег спать. Сегодня отправился на ГЭС забрать тайник. Попутно собрал мясо и шкуру с оленя. Встретил лося. Решил подстрелить его. Думал, что мне хватит двух стрел, но ошибся. Решил воспользоваться сигнальным пистолетом, а он оказался незаряженным. И лось повалил меня. Противник сломал мне ребро, но я так просто не сдамся. Однажды я уже одолел лося с одним только револьвером. Смогу еще раз. Смог. Сейчас соберу с него все. Ох и много мяса у меня будет. Голодным точно не останусь. Возвращаюсь на ГЭС. Развел огонь и принялся готовить. А потом лег спать. Проверил тайник. Там было три ИРПа. Пока у меня сломано ребро, я буду больше отдыхать. Немного почитал в машине. В прицепе рядышком лег спать. В этот день я решил вернуться на базу. Пока шел, взял мяска с оленя. Вернулся домой, поставил кипятиться в воду и лег спать. Довольно долго придется лечить сломанное ребро. Хотел залезть и осмотреть тайник, но не смог. Удивительно, что нельзя лазать со сломанным ребром. Вернулся домой и лег поспать. Пошел немного прогуляться. Нашел пустой труп, лук и сломанную стрелу. Вышел к домику зверолова. Там было немного еды и пару патронов для револьвера. В сейфе оказалась факельная ракета и банка с порохом. Пора спать. Добрался до одинокого домика в лесу. Немного вздремнул и отправился дальше. Чуть позже я добрался до лесозаготовительной стоянки. Отравился. Принял таблетки и лег спать. Я проснулся, отравление прошло. К обеду добрался до домика лесника. Там были ружейные патроны, немного еды и факельные ракеты. Я дочитал книжку и решил переночевать здесь. Вернулся домой и разобрал вещи. Оставшуюся часть дня я рыбачил. Улов небольшой. Пришел в здание администрации и завалился спать. Сегодняшний день я посвятил крафту. Потом дочитал книжку. И всю ночь на улице я читал уже другую книжку. Под утро лег спать. Этот день не отличился от предыдущего. Я читал, крафтил и лег спать. Сегодня я снова крафтил стрелы. И дочитал книжку. Прокачал навык огнестрельного оружия. Теперь я эксперт. Вот и спать пора. Проснулся. Наконец-то ребро вылечилось. Теперь я смогу осмотреть тайник. И вот что в нем оказалось. Довольно бесполезным оказался этот тайник. Вернулся домой и лег спать. Сегодня я решил посетить Бледную бухту. Для этого необходимо на подлокации ущелья спуститься по тросу. Но троса не оказалось. Пришлось возвращаться на загадочное озеро за ним. Я очень устал, но трос нашел. Развел костер и остался ночевать здесь. На следующий день мне удалось спуститься. И вот я в Бледной бухте. На этой локации я хочу изготовить немного патронов. Раньше никогда этого не делал. Сразился с лесными волками. В машине нашел записку. Добрался до радиовышки ЭХ-1. Там взял код от двери. Вернулся к дому философа и лег спать. Утром спустился по тросу и вышел к домику. Нашел там три револьверных патрона. День прошел быстро. В этом же небольшом домике я и лег спать. Утром следующего дня я вышел к прибрежным домикам рабочих. Но в них ничего полезного не нашел. Обшарил рыбацкие бараки. Там было немного еды. Дальше меня ждал упавший маяк. Но там уж совсем ничего не оказалось. Только книжка. Хотел потихоньку слезть, но упал. Добрался до моста и встретился с лесными волками. Спрятался от них в машине. И нашел записку. Нашел еще одну записку. Кажется, придется вернуться на маяк. Дошел до консервного завода, где поселились лесные волки. Пришлось отбивать территорию. Я довольно сильно устал и лег отдыхать в прицепе. Завод осмотрю завтра. Вернулся на маяк и очень замерз. Развел огонь. Когда отогрелся, пошел искать тайник. Все, ползал, но ничего не нашел. Появилась мысль, что нужно дождаться ночи и выстрелить из сигнального пистолета. Решил это проверить. Ничего не произошло. Кажется, я зря проторчал целый день на этом маяке. Вернулся на завод. Увидел такую картину. Очень жаль этих ребят. На завод пришла новая партия волков. Я был в выгодной позиции и быстро их прогнал. Снова волки. Разберусь с ними позже. Я добрался до закрытой двери, оставил здесь вещи и лег спать. Прогнал волков и осмотрел сейф. Там оказались полезные вещи, если учесть, что я пришел сюда делать патроны. Снова волки. Дождался северного сияния и открыл дверь. В мастерскую пойду утром. Пока что нужно поспать. Зашел в мастерскую и разделался с волком. Целый день я делал патроны. Теперь буду знать, каково это. Остался ночевать в мастерской. У меня получилось 43 отличных патрона и 39 идеальных. Нужно учитывать, что сколько-то у меня было патронов до этого. Пора уходить с этой локации. Решил обыскать тайник и встретился с лесными волками. Быстро разделался с ними. Вот что было в тайнике. Возвращался обратно и провалился под лед. Прицеп оказался рядышком. Тут и отогреюсь. Переохлаждение прошло. Пора уходить. Снова чуть не провалился. А вот и пещера, которая вывела меня в одинокую топь. Добрался до лагеря браконьеров и нашел там записку. Очень устал и решил переночевать здесь. Утром вернулся на загадочное озеро. На базе выложил вещи. Больше ничего интересного в этот день не происходило. Как только рассвело, я поспешил отправиться в Милтон. И вот я на новой локации. Погода меня встретила ужасная. Придется немного подождать. По тросам добрался до места для пикников. Но задерживаться там я не стал. И ушел на АЗС Косатка. Здесь я нашел много газировки и снеков. А еще немного патронов. Пора спать. Добрался до здания почты. Там были только газировка, вода и книжка. На очереди следующее здание. Банк. В сейфе нашел факел и патроны для револьвера. Нашел записку. Зашел в большой дом и сделал там временную базу, оставив лишние вещи. Совсем немного почитал и лег спать. Отправился в церковь и случайно сразился с волком. Добрался до церкви и за органом нашел тайник. В нем был вот такой небольшой набор. Прошел чуть дальше и обнаружил прицеп. Оставил там много спичек и пошел дальше. Добрался до моста и встретился с медведем. Хочу дать ему бой. Отлично. Здесь есть много машин. Я смогу легко прятаться от него. Второй выстрел пришелся мимо и косолапый убежал. Решил посмотреть статистику. Убитых медведей одна штука. Пойду искать труп. Обыскал еще один тайник. Даже не помню, где я находил записку. Тайник оказался бесполезным. Только огнево возьму. Шел по следам и вышел на живого медведя. Унося ноги, я забрался на дерево. Отсюда сделал еще один выстрел. Снова мимо. Решил вздремнуть в машине. Опять встретил медведя и на этот раз не промахнулся. Развел огонь и собрал шкуру. Пару кишок и немного мяса. Ну ладно, мяса получилось много. И я плелся до прицепа, как черепаха. Добрался до прицепа и завалился спать. Отправился на другую локацию. Долина тихой реки. Там мне ничего не нужно. Просто переночую пару дней и вернусь обратно. Я знаю, что локация сложная. Тут можно легко заблудиться. Еще здесь можно найти сумку из лосиной шкуры. Добрался до небольшого лагеря. Здесь было немного еды. Прошел через пару упавших деревьев и добрался до другого лагеря. Набрал еды и залез по тросу. Обнаружил тут еще один лагерь. Тут было много дров и самодельный топор, но он мне не нужен. Прошел чуть дальше и нашел загадочный сигнальный огонь. Тут было очень много полезных вещей, но самое ценное – это сумка из лосиной шкуры. Хоть у меня уже есть такая, все равно возьму. Тут неподалеку была пещера. В ней я и переночевал. Посетил ледяную пещеру, которая была рядом с тросом. Нашел здесь книжку и весь день посвятил чтению. Дошел до пещеры и вернулся в Милтон. До самой ночи я готовил медвежатину и лег спать. Вернулся в большой дом, чтобы оставить там вещи. Добрался до фермы райские луга и отобрал добычу у волка. Еще и зайца своровал. Нашел ключ и попал в дом. Приготовил мясо. Немного почитал. И лег спать. Утром спустился по тросу и покинул Милтон. Снова я в одинокой топе. Развел костер, чтобы немного отогреться, и почитал. Добрался до семейной фермы старого Спенса. Развел там огонь и очень удивился, когда через стенку на меня набросился волк. Очень мне это не понравилось. Я решил проучить обидчика и его друзей. Разломал ящик, а за ним оказался сейф. В нем оказалась шерстяная повязка и хорошенькие унты. Буду теперь в них бегать. Поздно уже, пора ложиться спать. Сегодня я покинул одинокую топь и попал на разбитую железную дорогу. Встретил двух волков и хотел их отпугнуть, но ветер задул мой факел и пришлось стрелять. Мне могло здорово достаться, но все обошлось. Нашел сторожевую будку, на окошке лежал ружейный патрон, а внутри оказалась записка. Чуть дальше нашел еще одну записку. Добрался до мастерской и завалился спать. Мое утро началось с отстрела нескольких волков. Не захотелось обыскивать тайник и я отправился на новую локацию. Я попал на дальнюю железнодорожную ветку. Это не основная локация, а только переходная подлокация. В вагончике я нашел трос, прикрепил его и спустился. Вошел в пещеру и оказался снова на дальней железнодорожной ветке, только уже в другом месте. Я шел по путям и вышел к пустой станции. Небольшая уютная станция, отличное место для ночлега. На календаре уже 90-й день. Даже не верится, что до конца моего выживания осталось всего 10 дней. Я посетил все старые локации, какие были в игре до обновления. Оставшееся время выживания я полностью отведу новые локации. И вот я здесь. Меня встречает брошенный аэродром. Уже совсем стемнело, когда я добрался до пещеры, развел костер и лег спать. Сегодняшний день я посвятил чтению. Нарубил еще дров для костра. Спешить не хочется, поэтому снова ночую в пещере. В этот день я наконец-то смогу начать изучать локацию. Посмотрите, она довольно большая и живописная. Добрался до какого-то прицепа. Это место называется загоном Юнгера. Но делать здесь нечего, отправляюсь дальше. Судя по этому знаку, я рядом с аэродромом. Да, действительно. Ого, крутой вертолет. Интересно, что внутри? Оказалось, что вещей интересных в вертолете нет. Да и ящики расположены как-то странно. Не очень удобно их осматривать. На очереди ангар. Он меня тоже не порадовал. Он наполнен парочкой пустых вертолетов, самолетов и минимальным количеством вещей, которые могут пригодиться. Много пустых комнат, надобность которых мне непонятна. Зато есть подвал, который разработчики добавили, чтобы укрываться от новой в игре Бессонницы. Собственно, в этом подвале я и лягу спать. Осмотрел сегодня терминал. Довольно неплохое место, если попасть сюда на начальных этапах игры. Здесь полно чемоданов с неплохой одеждой. В башне управления нашел две факельные ракеты. Поднялся по лестнице, но там ничего не было. Наверное, красиво здесь во время северного сияния. Вернулся в ангар и лег спать. А когда я проснулся, отравился несвежим шоколадным батончиком. Принял таблетки и проспал 10 часов. Когда проснулся, то добрался до ближайшей горы и забрался по тросу. Там нашел небольшой домик у озера. Это оказалось Хибара Джасти. Здесь было немного еды. Я перекусил и отправился дальше в путь. Уже очень стемнело, когда я добрался до островного коттеджа. Уютный домик. Я нашел здесь лук и несколько стрел. Тут я и остался на ночь. С утра я перебрался через озеро и вышел к дороге, которая привела меня к зоркой хижине. Еще один милый, уютный домик. И я снова отравился. Уснул здесь. Утром был густой, густой туман, но он не помешал мне найти разбившийся вертолет. Интересное место. Я развел внутри вертолета костер, отобедал и взремнул. Чуть позже вернулся в ангар. Ночью началось свечение и у меня появился риск бессонницы, поэтому я спустился в подвал. Я починил вещи до 100% и получил достижение, следуя моде, и ближе к утру лег спать. Весь сегодняшний день я читал, и чтобы избежать клаустрофобии, лег спать в машине. Риск клаустрофобии не прошел, и мне пришлось весь день тусоваться на улице. Я кипятил воду и читал книжку. Когда риск прошел, я вернулся в ангар и лег спать. Наступил финальный день моего выживания, даже немного грустно заканчивать. Но проблемы в этом нет, я и дальше планирую снимать видео про эту чудесную игру. Тем более, что пока я монтировал это видео, вышло новое обновление. А чтобы под конец видео развлечь себя и вас, я решил сразиться с небольшой стаей волков. Первого волка я одолел с помощью одной стрелы. Второго тоже. А вот в третьего я промахнулся и пришлось сразиться в ближнем бою. Четвертый волк тоже пал от попадания стрелы в лоб. Наступила ночь, я просто ждал на улице. И вот, я прожил 100 дней. Теперь я сотник. В честь этого я устроил небольшой салют. Если вы хотите увидеть статистику с этого выживания, то переходите по тайм-коду. Это было чудесное выживание. Вначале было немного тяжело, но потом все шло как по маслу. Это было очень весело. Спасибо, что были рядом со мной. Я благодарю каждого за просмотр. В комментариях можете поделиться своим мнением про мое выживание. И написать, о чем бы вы хотели видеть следующие ролики. Подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Всем желаю удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok